Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами Зипа и сегодня мы продолжим проходить Baldur's Gate 3. В прошлой серии мы двух из трёх боссов гоблинского лагеря убили по просьбе Хельсина. Хельсин взамен обещал помочь нам с паразитом в башке, а также помочь нам с ядом, который отравила его же соратница нас в пещере друидов. Поэтому я предлагаю продолжить, надеюсь нам не придётся возвращаться в лагерь, чтобы отдохнуть и восстановить свои некоторые умения, большую часть умений, а нам хватит просто ХП, ну и шапок. Кстати, за кадром в прошлой серии я нашёл очень много еды, какую-то кладовую там обчистил, восстановил ХП, а потом, потом, внимание, ребят, какая уже серия, потом я, чёрт побери, обнаружил, что можно восстановить ХП коротким отдыхом. Есть такая функция, она нихрена не очевидна, и подсказки, возможно, я либо пропустил, либо их просто не было. И, к сожалению, к сожалению, я всю эту игру, все эти серии, мучился и восстанавливал тем, что у меня было в карманах. Ну и, конечно же, умениями. Это облегчает ситуацию, но умения всё равно нужно восстанавливать с помощью отдыха в лагере. Поэтому давайте продолжим. Итак, медведя, к сожалению, восстановить не получилось. Он не то чтобы не ест ничего. Он просто является, как бы, помощником и второстепенным персонажем, которым я могу только управлять, но не могу ему ничего не передавать, не могу ему дать в руки еду, заживать, чтобы открыть инвентарь и заживать, например, и так далее. У него есть вот такая вот менюшка, но нету, к сожалению, инвентаря. То есть, понимаете, да, о чём я говорю? То есть, ничего я положить ему не могу. Инвентаря нет. Вот. А кнопочка «Быстрый отдых» Она у нас, вот она. Нужен короткий отдых. То есть, если бы... В общем, если нужно восстановить вам ХП, просто восстановить ХП и больше ничего, вот эта кнопочка поможет нам. Быстрое перемещение. Сейчас вы не можете, что сказать, быстро перемещаться. Понятно. Короче, надо было вот эти вот пиктограммы все почитать. Снаряжение. Инвентарь. Заклинания. Непонятно, как заклинания выглядят. То есть, вот эти, которые выбраны, они будут использоваться, но при этом... Вот эти заклинания вроде как есть, да? Но я их не могу использовать. Возможно, нужен отдых в лагере. Поэтому чуть-чуть попозже сделаем. Итак, что у нас осталось? Кто у нас остался? Вот здесь, кстати, была кладовая огромная. Вот эти все ящики были практически все набиты едой. И поэтому я, ну, большую часть сожрал. Тут колбаски остались, какие-то там ребрышки. Еще что-то из овощей, по-моему, было. Или я тоже сожрал. Ну, не важно. В общем, восстановил хп. Одного из боссов был такой веролом. Очень хороший молот, но... По сути, у нас некому его юзать, что ли. Так, получается? Либо вот этот мастер-воин, мастер-битвы. В принципе, она должна... Она должна... Мочь его заюзать. Ну, как минимум... Господи, где вот? Можно запутаться уже шесть раз. Длинный меч. 1-д-10. Можно откинуть. Имеющий этот предмет получает прорубание. А здесь абсолютная мощь какая-то. Действие. Зачарованное оружие плюс один. Давайте попробуем, в принципе... Так, ну да. Ну, вот как-то так. А, и вот эти вот умения, кстати, тоже восстановились. То есть, есть умения, которые требуют отдых непосредственно в лагере. Вот, например, заклинания. Вот эти вот все заклинания, они требуют отдых в лагере. И по-другому они никак не восстанавливаются. Вот есть умения, вот такие вот, боевые. Они восстанавливаются уже с помощью короткого отдыха. Ну что, пойдемте накостыляем этому чуваку. Попробуем решить вопрос непосредственно уже с Хальсином. Я надеюсь, его сейчас не завалят. Просто у него один ХП. Волшебные карманы. Лаэль получает новую вещь. Нечистый ключ. Ее передает Зипа с помощью волшебных карманов. Не понял, о чем это речь. Ну да ладно. Так. Вот этого персонажа главным выберем. Все еще он страдает. У нас здесь, смотрите, кто есть. Плохо, что не подсвечиваются враги. Я это каждую серию говорю. Ребят, если кто знает. Вдруг, если кто настройки там более-менее глубоко листал. Напишите в комментах, может быть есть решение этому вопросу. То есть, как найти и подсветить. Потому что я нашел подсветку всех. И такие кружочки снизу. Ушлепские, стрёмные. Короче, у нас тут скаут. И вожак. Розак, пардон. Они довольно крепкие ребята. Плюс, ко всему прочему, Минтара. Это дроу, которого нужно также завалить. Как вариант. Вот так сейчас спрятаться. Ничего не трогать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Стоять. Блин, бой начался что ли? Хотел немножко по-другому, но эти придурки ж побежали за мной. Ну, ладно. Так, что происходит? Ага, ясно, что происходит. Пуляй. Мишку, наверное, не будем трогать. Пускай здесь где-нибудь стоит. Восстановиться он всё равно не может. Благословление. Значит, он жрец. А, тут и, блин, там написано. Жрица. Он, говорю, жрец. Значит, он жрец, да. Жрец, жнец. И кто там ещё? Вот оно, кстати, умение добавилось. Подождём немножко. А-а-а. Вот это... Только сейчас понял, что вот эта вот красная штука... Нихера себе, он, блин, 8,5 снял одним выстрелом. Вот эта штука красная, когда прячешься, отмечает то, что в этой области тебя видно. Эта девчонка у нас постоянно страдает. Она сразу сходу получает по щам. Какой эпичный промах. М-м-м. А, Бейн получили? Понятно. Короче, этот щит можно использовать. Просто держать в руках и больше ничего. Блин, плохо то, что медведь не ходит у нас. Можно попробовать яд вот так вот скастовать. Ну, и там постоянно сопротивление. То есть ещё какая-нибудь херня происходит. Не поймёшь, как оно работает. Пускай медведь... Опа. Это, кстати, скорее всего, вот это вот умение, а не вот туманный шаг. И он нам сейчас пилюля вставит. Так, окей. Да какой нахрен промах? Прятаться уже невозможно. Здесь... Здесь, по-моему, никого нету. А-а-а-а... Ё-ё-ё-ё-ёй, что делать? Как бы нам не пришлось загружаться, блинский. Нанесение ран нужно использовать. И чё? Наверное, его каждый ход будет бить. Куда-нибудь сюда в угол встанем, да? Ну да, сильно она чё-то не ударила его. Пошёл нахрен. Позыв к действию. Раздвинув границы своих возможностей получить одно дополнительное действие. Ух ты! А может быть я зря-то двинул этого чувака? О! На 17! Неплохо! Неплохо! Да блин! Всё время про это забываю. Всё время забываю. Медведи грохнули. Так, чё делать с хальсином-то? Поднять, интересно, я его смогу? Нет, он умер. Да ладно. Да не может. Подожди. Нет, я завершу сейчас бой и посмотрю, чё. Если он реально умер, то... Здесь почему он висит до сих пор? Надо попробовать вот этого хрена убрать оттуда, потому что он очень сильно мешает. Ну блин, ну что за говно, а? Что за жрица такая косая, блин? Никуда ни в кого не попадаешь никогда. Просто капец какой-то. Ну да, надо ещё накастовать на вот это вот. Всё. Этот тоже сложился. Не умер. Надо же. Этот даже ласты не склеил. Я, может, чё, не понимаю? А-а-а. Это настойка, благословенная самим дубом-отцом. Выводит из организма даже самые тяжёлые яды. Да уж. 50%. 50%. 60%. 75%. Отлично. Хотя бы от одного избавились. Промах это меня радует. Пройдено. Проверка пройдена. Теперь нужно, короче, вот этим персонажем попробовать... Вот так сделать. Но, правда, теперь... Теперь выходит, что у меня нету ходов. Ну и как бы вот это у меня использовать не могу, потому что оно одноразовое до отдыха. И ударить не могу. Следовательно, мы сейчас достаточно беспомощны. А-а-а-а... По своим персонажам тоже эта хрень проходит? Блин, ты чё за бред такой-то? То проходит, то не проходит. Чё за ромашка какая-то? Ладно. Почему мои не делают внеплановую атаку? Мимо только что нас пробежал. Вот это что за хрень? Не очередная атака, возможность атаковать. Она активна? Активна. Какого хрена? Прям весит, а? У дроу, по-моему, есть, короче, сопротивление. Насколько я знаю, сопротивление сну. То есть их невозможно склонить в сон. Здесь об этом не сказано. И как об этом узнать, тоже неизвестно. Попадание 45%. Какое мощное попадание? Ну, хотя бы попало, да? Сейчас буду биться, биться, короче. А потом бац, и Хельсин умер. И всё, и нельзя его поднять. Я надеюсь, короче, что он поднимется. О, ещё зеркальное отражение накастовал. Блин, капец. Вообще, ноль попадания. Это можно передать? Я хочу с этой стороны обойти его. Попробовать выстрелить. Блин, да промах. А, ему ещё и ЛХП восстановили. Вообще кайф. Да куда ты отходишь, придурочный? Да что ты делаешь? Ну, что это за управление идиотское? Так. Так. 44 процента можно эту хрень использовать попробовать о отлично роды ханя тут конечно какая-то странная на самом деле тенденция что ли не знаю надо подходить к этому ближе чтобы он вот и очередная атака ну активирована окей если он сейчас побежит вот сюда почему что такое то вообще меня бесит прямо очень сильно он в испуге она вернее что это дает мне испуг давайте посмотрим испуганное существо получает помеху к проверкам характеристик и броскам атаки когда источник его страха находится в пределах видимости существо не может быть по воле приблизиться к источнику страха вот это вот это вот мадам она и вызвала у него страх у нее резистов слышали да это уже какой-то гарри поттер решила свалить ну это очень хорошо это очень хорошо потому что вот этот вот говнюк не будет по хилен лишний раз ты болен косоглазое создание ну хотя бы так я не знаю блин понятно понятно все с вами ясно очень хорошо не знаю куда мы его будем отталкивать но жалко это умение не наносит урон хотя бы минимальный какой-нибудь был бы может быть вот эта вот хрень который называется отступление и дает возможность не получить внеочередную атаку решить сознание рывок провести несмертельную атаку по существу если атака должна убить его она вместо этого упадет без сознания прикол все этот лапки сложил 5 хп восстановила и что-то еще сделал мантру какую-то ну давай возвращайся сейчас мы тебе тут с мы тебе этот и вон тот мощная задвинул правда так нам бы отбежать куда-нибудь суда да спрятаться короче не получилось но зато можем этой девахой отсюда подойти промазать конечно само собой чё вы думали она попадет хотя прошлый раз она попала что за кубик был брошен ну давай не подведи пожалуйста спасибо не подвела не подвела так не подвел не подвела ну конечно самого блин собой и надо понятно помощь короче помощь в общем работает как боевое использование то есть невозможно после него использовать боевое но этот имеется ввиду как правильно сказать какое-то умение выстрелить или ну или ударить также нельзя наверное будет использовать и заклинание тоже критический урон отлично ничего ее никто не хочет поднять подожди 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 помощь но постоянно делала броски на то чтобы не умереть но хальсин блин лапы склеил твою мать ничего здорово хальсин умер раньше чем успел нас исцелить есть подозрение что он нам не поможет везде написано раньше он умер раньше чем успел нам помочь нет ли другого способа капец просто ребята это у меня нет слов у него один хп и я не могу его похилить единственный у меня вариант такой я сейчас сохраняюсь если у меня никакого варианта другого не будет вот друзья бой закончился но мы к сожалению в очередной раз потеряли бойца сожалению произошло это как обычно короче так надо сохраниться быстро сохранения ли будем сейчас поднимать потому что прошлый раз у меня очень сильно пошли дропы по фпс в общем вот такая вот песня получилось очень грустная но хотя бы мы хальсина не потеряли теперь мы можем спокойно к нему подойти и поговорить по поводу того что он обещал нам блин бой потный был реально потный это вот дрову постоянно восстанавливала хп какие-то мантры делала один раз один раз что-то кастануло и получается что я вообще ответку получил от нее в общем веселого мало ну и конечно же вот девчонку мы потеряли в самом начале и и вынесли буквально на второй круг по моему и далее крита и потом сверху добили она лежала пару ходов в отрубоне а затем какой-то козел ее добил просто напросто я не знал что здесь так можно то есть получается что мы даже не воспользовались услугами помощи то есть вот это вот штукой действием мы не воспользовались и она просто напросто склеила свои ласты там мы что-то подобрали такое интересное это амулет что дает туманный шаг дает ухты давайте экипируем ксианид кстати вот это можно было бы дать вот этой вот мадам и саперный набор наверно сюда логичнее было бы да передать щит из обломков с и виток исцеления ран деле устойчивости так то мне здесь нужно блин какой бардак слушайте я когда играл во всяк но во всякие такие вообще в принципе игра игрушки у меня всегда на панели управления порядок но тут я что-то не могу никак собраться и навести этот порядок стрела гремящего грома шанса сбросить цель ухты она уже есть на панели тут автоматическое добавление идет это что за перчатки эти перчатки благословлены жрицы кишка понятно их мне нельзя юзать их надо продать короче так там ключик как будто бы этот ключик чё то вам сказал сколько там минут наверное минут десять я 12 с ней бился поэтому этот момент придется вырезать и видео будет немножко сокращено но опять таки буду придерживаться где то примерно часа плюс-минус 15-20 минут как на стримах было раньше и так ой не то нажал значит нам повстречали сектанты поклонявшиеся божеству абсолют не то а вот троу-минтра мертва мы убили вожака гоблинов трора и также убили кишку мы спасли громадного медведя и надо с ним теперь поболтать да прибудет с тобой милость природы ты готов совершить необходимое головы гоблинов мертвые роща спасена у тебя получилось у тебя правда получилось их лидер мертвых хвала Сильванусу хотя нет это тебе честь и хвала мой друг теперь роща перед тобой в неоплатном долгу я никогда не был сторонником кровопролития но этих троих нельзя оставлять в живых мне нужна твоя помощь и ты ее получишь вернись в рощу и я сам приду туда когда я разберусь со своими делами мы обсудим как решить твою проблему вот такие вот дела я надеюсь я никого не повстречаю а кстати а короткий отдых там мне сейчас не до не доступен он походу один раз доступен до лагеря получается наверное так я знаете че очкую на улице снаружи осталась куча просто нереальная куча гоблинов это раз два там огор с ними это два три там есть еще всякие вожаки это три три это три понятно вот че непонятного а еще надо сейвы почистить их у меня миллиард просто накопилось их надо все почистить странно что не а вот понятно окей не буду материться громко этого чувака может быть выпустить или или пошел в жопу вот почему вот этот не подсвечен значит я его не лутал правильно нет короче блин бесит опа а есть лестница куда она ведет я никак не могу привыкнуть в этой игре к тому что здесь есть еще дополнительные уровни по высоте и это можно также использовать в себе во благо то бишь расставлять лучников сверху если кто не заметил что вы зашли потому что лучников лучше и выгодно ставить сверху потому что их в таком случае не достанут логично логично но мы валиваем сваливаем 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 поскорее уже с этого отвратительного вонючего ой стой 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 твою мышь это кто такие нахрен сразу блин положили мне одного персонажа потому что я тупанул жестко тупанул у нее сейчас один хп и она ничего не сможет сделать два хп до класс а сейчас горит здесь это пинцет просто ребята еще камера блин как-то повисло непонятно в каком месте чё она вообще творит из огня по-любому надо выходить отлично очков действия у меня не осталось ай зачем прекратил бу ой короче сейчас еще и загружаться придется чувствую критический удар отлично сразу лоханулись просто просто конкретно а все лежат короче загружаюсь итак загрузка прошла успешно там была где то вот здесь лестница да да там есть сундучок и мы его сейчас пойдем поюзаем и знаете чё я пожалуй сверху останусь я их просто реально не заметил часто на карте я их вижу естественно сам так смело побежал короче еда очень нестабильно хилит прям очень то на 1 то на 10 очень странно как-то что мы имеем я сейчас автоматически сохранилась потому что я не хочу опять лезть сюда и доставать сундук ну интересно как это он уклонился нет нет не уклонился вот и отлично этим мы сейчас просто отползем вот сюда попробуем спрятаться еще раз ну что у нее походу штраф на подземелье мне кажется она из-за этого вот такое темное видео получается потому что она имеет наверное штраф какой-то может быть где-то можно было бы почитать про эту расу раса боевой талант гитянки вот гитянки превосходные воины с астрального плана знаменитые своими серебряными клинками и красными драконами на которых ездят верхом их цель уничтожить всех элитидов никогда некогда поработивших гитянки и расколовших их народ надвое боевой талант вы без устали тренировались всю свою жизнь и умело использовали пользуйтесь легкой и средней броней также короткими длинными двуручными оружием мечами а может быть ей вот эта дубина вовсе но вовсе нафиг не нужна лучше меч все таки взять атака ближнего боя плюс 6 дистанционная атака плюс 3 атака заклинанием плюс 2 кс заклинание плюс 10 атака ближнего боя поднимается в принципе женщина в женского пола и те кто кого встречаете в этом мире считают вас женщиной высшей расы она нет на свете воительницы свирепия чем нет гитянки предание идеалам в лакит сильнее чем она воин гитянки дважды написано зачем то солдат непонятно в общем почему когда есть ей управляю все затемнено меня в принципе устраивает то что он постоял потупил это внизу движение дважды старые suspens swegee против которые как Жесткий крит получился. А, блин. Тупанул. Надо было отойти чуть-чуть. Ходи. Что такое? Не знаешь, где лесенка? А я знаю. Она еще и попала. Слушай. Да ты опасная. А, погоди. А у этой же девчонки тоже есть этот лук. Но мы им пользоваться просто не умеем. Так. Все. Пой закончился. Сохраняемся. Сохраняемся обязательно. Так. Ты, чувак. Ты мне должен... Нужен, вернее. Ай. Все время забываю. Вот эта привычка, которая у меня осталась после... Вестланда. Вестлан 3. Кто не смотрел, ссылочку я оставлю в описании. Я проходил недавно. Там, в общем, на Space, то бишь на пробел, можно было выбрать всех персонажей, которые есть. Вот это подлагивание мне вообще не понравилось. Я сохранился, поэтому сильно не переживаю по этому поводу. Так вот, выбирать всех персонажей, чтобы они шли. А тут немножко по-другому. Тут нет построения как такового особого. Ух ты, зазубренное копье. Необычно дворочное оружие ближнего боя. Можно окунуть. Дает какую-то спешку. У нас особо бойцов в ближнем бою-то нету. Как я их пропустил? Я же здесь бился тогда, помните? Вот. Трупы лежат. И здесь наверху, и так вот я мимо проходил. Как я вот этих двоих пропустил? Это что-то вообще какое-то странное явление. В общем, сейчас идем в рощу. А что это вот здесь? Здесь подсвечено. Что это такое? Альсин. Страна. Блин, там еще двое. А, их тут ни хрена не двое. Их тут... Шестеро. Пятеро. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Блин, пять уродов. А мне хилиться нечего. У меня даже нету банально отдыха. А как можно выйти-то из этого помещения? Я походу... Я не удивлюсь, если я еще повстречаю сопротивление на улице. Понимаете? Вот в чем дело. Хорошо. Окей. Быстрое перемещение же есть. О, здрасьте, пожалуйста. Класс. И это перемещение как-то можно юзать постоянно или... Слушайте, ну это прям, это огонь. Я даже сохранюсь по этому поводу. Классненько. Я очень, 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 очень сильно надеюсь, что Хальсин сейчас нам поможет. Сейчас только херак и дверь нам не открыли. Хех. Сказал. Добрый вечер, сказал. Спасибо, что спасли. До свидания. У меня же тут еще, кстати, есть несколько квестов по этой роще. Нужно... Теперь, когда гоблины остались без главаря, они не нападут на рощу. Перед тобой я в долгу. Поговорим с Радхом. Он предложит тебе достойное вознаграждение. Что насчет моей просьбы? Мы все обсудим, как только я наведу в роще порядок, а так ты празднуй победу. Паразит тебе спит так долго, что едва ли пробудется в одночасье. Никакая опасность тебе пока не грозит. Завтра поутру мы обсудим, что делать дальше. Ты яд-то и убери из меня. В смысле, блин? А че? Капец просто. Это что за хрень? А дальше что? Отдыхай, лечись, празднуй. Если захочешь, иди скорби по ушедшим. Поутру мы пообсудим, как избавить тебя от паразита. То есть он предлагает сходить все-таки в лагерь, да? Отдохнуть. Пинцет просто какой-то. Это все завершено. В поисках друга от Холесин заявил, что пока что паразиты не препятствуют. Представляет для нас непосредственную опасность. Сегодня вечером мы можем праздновать победу со спокойной душой, а на утро решим, что делать дальше. Холесин поблагодарил нас и сказал, что Радхан наверняка вознаградит нас за труды. Окей, Холесин поблагодарил нас и сказал, что Радхан... Понятно. Короче. Что-то это какое-то хернё попахило, вам не кажется? У нас здесь еще какой-то квест был. Спасение Барда, мы его отправили. До сих пор не поговорили в лагере, надо поговорить с ним. Глубь руин, там обязательно должны быть интересные артефакты. Мы нашли заперту дверь, но в ней не оказалась замочная скважина. За ней наверняка что-то интересное. Мы нашли проход в заброшенные руины, и я вообще не понимаю, где это. Квесты по ходу даются какому-то. Гоблины разгромлены, и теперь тифлинги могут продолжить свой путь. Они будут счастливы узнать об этом. А, кстати, да, надо с этим же поговорить. Ммм, как там его? Показать вот на карте. А, нет. Блин, как же его звали-то? Сейчас пока на карте меня его, короче, вообще не показывают. Радх? А, может быть, вот с этим с кем-то поговорить? Она... Одна забота миновала, вторая скоро подоспеет. Пусть бы меня гоблина убили, только бы Арбелла была жива. А так зачем? Чё-то там зачем. У нас получилось непонятно как. Теперь нужно только добраться до чего-то там. А, всё, типа я выполнил квест? Ну ладно, окей. Так, теперь всякое говно надо сбросить одному персонажу. О, кстати, ещё картошки куча. А я, блин, чё-то не спалил то, что у нас есть. Такая вот картошечка вкусная, наверное. Почему постоянно, блин, откатывается? Это бесит. Самодельное копьё. Да как же это раздражает, а? Зачем? Тож. Сволочи. А сюда почему так норма... Блин, бесит. Поняли, да, чё вообще хочу сделать? Я хочу всё это говно продать. Просто-напросто с одного персонажа. А не с двух, трёх, четырёх, пяти, шести, блин. И каждому подходить к... Почему не прокручиваться, когда что-то у меня в руках? Мне тут в комментариях говорили, типа, ну это же, типа... Ранний доступ, чё ты хочешь? Эй, он даётся для того, чтобы посмотреть. Хочешь ты эту игру себе в дальнейшем или нет? Нет, я не сомневаюсь. Что-то ранний доступ. Что это... Чтобы посмотреть, подходит эта игра тебе или нет. Проблема в том, что за... Сколько там в стиме даётся? Два часа игры. За два часа не поймёшь, нравится она тебе или нет. Потому что это такая игра. И моё мнение, что два часа это очень-очень мало для того, чтобы попробовать посмотреть и оценить, нужна тебе такая игра за две тысячи рублей или нет. Так, это правда. Ты разгромил гоблинов, наконец-то в этот уголок побережья мечей вернётся покой. Спасибо. Я рад, что смог помочь. Я как рад. Уверен, эти несчастные беженцы тоже со мной согласятся. Хочу поторговать, если у тебя есть что-то интересное. Так, давайте, короче... О, хотя бы отсеялось. Окей, будем всё дерьмо. Нужно сдавать. В принципе, неплохо. Копеечка капает потихонечку. Щита забломков, щит с крючками. Я думаю, что это всё ничего не стоит. Вообще. Оно имеется в виду и в плане пользы. Кожаные сапоги. Простые сапоги. Книжки. Какие-то записки. Всякая вот эта вот дичь. Пучок. Плюшевой медведь. Пухонная доска. Влин, капец. Всякая дрянь. Понасобирал. Военная карта. Короче, всё говно продаю. Пино также. Ром нафиг. Может, алкоголь здесь играет какую-то... Офигенную роль. 818. То есть, всё это барахло стоит ничего. Что я хочу купить у него. Может быть, кожаный доспех бы купил. Но, блин, посмотрите, какой он ценник ломит. Мне тупо продавать и всё. 70 она стоит. И гляньте, какую накрутку этот говнюк мне делает. Просто издевательство. О, зелья хотя бы куплю. Тоже полезно будет. А дальше насыпай монет. Обмениваемся. Облегчаем. Свою ношу. И идём к Радху. Радху. Рамху. Или как там его. Короче, неважно. Где-то здесь внизу. Сейчас поговорим. И, наверное, уже будем завершаться. Вот уж я не думал, что в этой игре... Я буду носить с собой еду. Как в каком-нибудь Скайриме, блин. А, кстати, стоп. Где эта женщина, которая давала квест? Вот здесь, по-моему, она стоит. Она давала квест о том, чтобы я сходил к родителям той маленькой девочки, которая погибла. Нет, здесь вряд ли кто-то есть, потому что карта вообще закрыта. Я там будто бы не был. Ок-то. Пойму, а где же она была-то? Но она не в роще находилась. Или в роще? Очень неудобно. Ну ладно. Давайте спустимся сюда. Я хочу вот это вот растущая токсическая инфекция. Сила, ловкость, выносливость, интеллектуализм и мудрость снижен на 2. Чем больше существо отдыхает, тем хуже оно себя чувствует. Это состояние остается навсегда. Ну как так-то? А, вот она, как-ка-га. Ты вздумала проводить терновый обряд, заодно это тебя исследовало бы... Заодно это тебя исследовало бы изгнать. Однако я согласен выслушать твои объяснения. Уж настолько... Щу, говорит... Ты мне обязана. Я тебе не обязана ничем, гоблины посылали на нас... Посыпались на нас, как тараканы, пока ты гонялся в тенях минувшего. Ты бросил нас в трудный час, я пытался всех защитить. Молчи. С обрядом покончено. Я позволю тебе остаться, но ты вновь станешь послушницей. Ты забыла правила друидов. Наше место в естественном порядке вещей. Ты выучишь все это заново, прямо здесь. Оступишься, и я... Ярость природы сокрушит тебя. И все, из-за нее погиб ребенок. Она тебе спокойной жизни не даст. Выказываясь... Выказывает стойкость духа прямо... Мягко говоря. Так, ты слишком был мягок с ней, и с ней друиды и тифлинги разгневаны по ее вине. Пролитая кровь, этот гнев не погасит. Позволь, я сам решу, как поступить со своими учениками, она по-прежнему мне нужна. Ты скоро узнаешь зачем. Об этом мы поговорим завтра. Да блин, ты запарился своим завтра. А можно с тобой еще поговорить? Понятно. Новых диалогов не добавилось. Мир, наслаждайся им. А, слушайте, а мне походу она давала квест, и я должен был выгнать тифлингов. Каким-то образом, да? Но я, получается, так, что пошел мимо этого квеста и спас... Как его зовут-то? Господи. Альсина. И он пришел, утрес тут все. Я знаю, ты отразил так у гоблинов, но мне все равно неспокойно. Ночью лежу ворочаясь без сна. Пойдем ко мне в команду. Ты считаешь себя нашим спасителем, ты лишь оттянул неизбежное. Рано или поздно придет кто-то, и у рощи опять начнутся проблемы. Да мне насрать на вашу рощу. Вот он, Ратх, стоит. Ты вернул нам Хальсинас. Спасибо. Нет, просто благодарности тут мало. Да славит тебя Сильванус до конца твоих дней. Яд уберите из моего тела. Подозреваю, что справиться с целым лагерем гоблинов было непросто. Это была настоящая бойня, кровь и пепел. Еще бы. Хорошо, что тебе удалось уцелеть. Я отмечу место на карте, где ты найдешь спрятанные ценности. Забирай все, что тебе пригодится. Нажмите... что? Я либо опоздал, либо че. Раненая птица, седой. Меня бесит. То, что яд до сих пор в нас действует. Понимаете? И он... Сперед, вот эти вот, по два каждый. Это просто я пока что еще не отдыхал. А почему не было этого на продаже? Глаз всякий. А, я, наверное, сейчас это подобрал. Ладно, дорогие друзья. Закончим на этом моменте данную серию. Всем большое спасибо, кто смотрел и досмотрел до конца. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Я все читаю. На многие отвечаю. Берегите себя. Не болейте. Большой удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok